Самым главным событием для учащихся выпускных классов образовательных учреждений, без сомнения, является сдача ЕГЭ. Но для будущих выпускников лицея номер 21 еще одним немаловажным вопросом, кроме единых государственных экзаменов, стоит выбор высших учебных заведений, где каждый из них продолжит свое обучение. Помочь определиться лицеистам с будущим выбором не только вуза, но и специальности, откликнулась Ассоциация выпускников лицея номер 21, созданная в 2011 году по инициативе нескольких выпускников прошлых лет. Встреча руководителя Ассоциации Павла Данилова с учащимися выпускных классов лицея и их родителями состоялась в актовом зале этого широко известного образовательного учреждения. Как вы знаете, в последние годы было 20 лет, у нас больше тысячи выпускников, из них, по-моему, 90 или учатся, они закончили вузы. Триста выпускников, они вступили в нашу Ассоциацию, то есть они заполнили анкету, которую мы показали, где они учились, кто вузе, на каком-то пакете и какой специальности. Вот, и я могу сказать, что это вузы Екатеринбурга в основном, да, и УРКУ, но также вузы, вузы Екатеринбурга, Ангелесины, которые закончили я, вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Юрки. Вот, и в вопросе профориентации, в вопросе выбора вуза и про специальности, выпускники как раз могут быть очень ценным ресурсом для школьников и для родителей. Павел Данилов обратился к будущим выпускникам лицея и их родителям с предложением, чтобы каждый сформулировал свои вопросы, касающиеся вузов, специфики обучения в них, предлагаемых высшими учебными заведениями Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга факультетов, выбора специальности, чтобы члены Ассоциации выпускников лицея смогли реально помочь будущим абитуриентам со столь важным выбором. До 20 апреля мы собираем вопросы и затем, затем мы очень быстро постараемся ваши вопросы направить в релевантный выпускник, например, если вопрос про медицинское образование. У нас есть, ну просто, я знаю, очень мистерники, которые сейчас добились много, есть биологи, есть математики, из моего потока, которые могут много рассказать. Есть более свежие примеры студенты, которые сейчас учатся в вузах, в вузах, в вузах, где-то. Вот, поэтому мы с ними свяжемся и ваши вопросы переадресуем, получим от них ответы. Вот, и затем, если мы все так прикуем, я бы на нашей группе, я бы на практике ВКонтакте, и чтобы, то есть, мы бы увидели ответы на ваши вопросы, если нужно будет, можем напрямую с кем-то связать, кто будет, кто захочет, да, допустим, проконсультировать лично вас в этом поступлении в вузах. Руководитель Ассоциации выпускников лицея номер 21 поделился с участниками встречи своим личным мнением по поводу выбора высшего учебного заведения и профориентации, отдав предпочтение УРФУ. То однозначно должен быть УРФУ. Есть не только какой-то специфицированный вуз, например, театральный или медицинский. Почему УРФУ? Потому что, ну, как вы можете узнать, что сейчас проходит очень такая большая реформа в образовании, и люди на несколько, и кучу лидирующих вузов, которые не только получают финансовые средства с федерального бюджета, но они также очень активно развиваются международные сотрудничества и действительно находятся на, ну, как на педагогом крае, как науки, так и практики. За рамками проведенной встречи с будущими выпускниками лицея Павел Данилов поделился подробностями работы Ассоциации выпускников со съемочной группой телерадиокомпании «Альтекс.Медиа». Так, благодаря отзывчивости бывших выпускников лицея номер 21, теперь членов Ассоциации. У данного образовательного учреждения появились некоторые возможности в разнообразии учебного процесса. Ассоциация создавалась в 2011 году по моей инициативе, инициативе нескольких выпускников, для того, чтобы поддерживать лицей путем разных проектов. Один из них – это к 20-летию лицея мы провели марафон эссе выпускников воспоминаний о их лицейских годах. Поучаствовало 45 человек и написали практически целую книгу воспоминаний. Второе – мы провели первую финансовую компанию, собрали больше 80 тысяч рублей на приобретение музыкальной техники, в которой так нуждался лицей. И уже в начале марта техника пришла в лицей, и мы ждем каких-то новых постановок, музыкальных постановок от лицея. И сейчас мы запускаем еще один проект, который связан с профориентацией выпускников, призван помочь школьникам в выборе вуза. И мы хотим подключить лицеистов, многие из которых заканчивали вузы Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, к тому, чтобы дать совет нынешним 11-классникам и 10-классникам, их родителям, где учиться. Стоит отметить, что самым первым проектом, который был реализован в лицее номер 21, благодаря ассоциации выпускников, стал проект по робототехнике. Мы просто думали о том, какие сейчас наиболее прогрессивные направления, тенденции в развитии школьного образования, и увидели, что именно с точки зрения технического образования, инженерного образования, робототехника – это то направление, которое легко дается, с одной стороны, школьникам, им интересно этим заниматься, с другой стороны, это будущее экономики, и именно отрасль будет сильно развиваться, и нынешние школьники как раз будут через 5, может быть, 10 лет на рынке труда, и они будут там конкурентоспособны. Сегодня учащиеся лицея номер 21 с большим интересом погружены в освоение этой, казалось бы, уже не новой отрасли роботостроения. Но одно дело – теория, а другое – когда на практике можно своими руками собрать уникальную вещь. Ты первый год в лицея, да? Да, мне очень нравится заниматься робототехникой, потому что конструировать роботов – это очень интересно. То есть, когда конструируешь что-то и включаешь, а потом не понимаешь и начинаешь думать, что тут не так. То есть, это очень интересно. Приходим сюда, нам включают программку, мы собираем, А потом, когда доходит до конструирования блока, мы сначала его программируем через компьютер, через специальную программу. Это очень трудно, поэтому мы сделаем это все вместе. Это так трудно. Тебе действительно нравится это? Да, это очень интересно и познавательно. Ребятам действительно очень нравится заниматься этим сложным, но невероятно интересным делом – собирать роботов. Даже несмотря на то, что деталей конструктора не хватает на всех. Не хватает деталей. Если мы собираем двух разных роботов, а деталь одна, ну, мы не сможем собрать двух роботов. Тем не менее, юные будущие инженеры-конструкторы знают своих героев и искренне благодарны выпускникам за такой увлекательный подарок. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, откуда в лицея делись роботы? Да, нам учитель говорил, что их подарили выпускники. Нам бы хотелось, чтобы они подарили еще, и мы говорим ему большое спасибо за этих роботов. Надежда Цыганова, директор лицея номер 21 с особой теплотой, искренним восхищением говорит о выпускниках, о их благом деле в создании такой ассоциации. Ведь благодаря их помощи для сегодняшних умниц и умников лицея учеба стала еще увлекательней, а будущее прозрачным и уверенным. Ну, необходимо, необходимо, если тебе дают знания, если создают условия для того, чтобы эти знания взять, их надо брать. А не нужно отворачиваться, не нужно там что-то делать, особенно 10-11 класс, когда они идут на выход, когда они идут и работают на поступление в тот вуз, который даст им профессию, ту, которая их в жизни устроит и поведет по жизни. Тут уже лениться нечего, тут уже нужно прислушиваться к мнению и взрослых, и выпускников. И, конечно, вот как бы одной из такой яркой, например, ничью проходит, вот когда мы встречаемся с выпускниками, они говорят, Надежда Петровна, спасибо вам за то, что вы нас научили учиться. Вот самое главное, что я считаю, что это очень большая похвала, потому что человек, который умеет учиться, он будет учиться по жизни легко. Испытывая гордость за выпускников родного лицея, Надежда Цыганова говорит о желании чаще встречаться с ними, о том, что их опыт для будущих абитуриентов, которых выпускает лицей, очень необходим. Ведь очень много наших лицейстов, которые добиваются, уже добились больших успехов в любых сферах, и в бюджетной, и в медицине, у нас много очень хороших медиков, которые уже ведут прием, и о которых мнение высокое. Очень много ребят, которые в науку пошли, вот хотелось бы, чтобы они откликнулись, те, кто пошли в науку, да, чтобы рассказывали о достижениях, которые они там. Хотелось бы и те, которые пошли по предпринимательской деятельности, в бизнес, да, чтобы тоже говорили это. Ведь очень много наших выпускников выигрывают гранты, учатся за границей, вот об этих, чтобы и они тоже отзывались, откликались. В том, что лицеисты, даже бывшие, люди искренние, добрые и отзывчивые, сомневаться не приходится. Ведь даже когда пришла беда к бывшему педагогу, они сплотились и постарались помочь. Я еще хотела бы поблагодарить всех лицеистов, которые откликнулись на нашу помощь по поводу помощи Ларисе Владимировне Рознир. Конечно, ситуация у нее очень сложная, очень сложная, и она продолжает быть сложной, вот, но огромное спасибо. Это ее и она просила передать, что вот многие откликнулись, и прямо вот приходили и к нам в лицей, и приносили довольно крупные суммы, 10 тысяч рублей, это, я считаю, крупная сумма для нас, прямо приносили. Но спасибо им огромное, преогромное, преогромное всем лицеистам, которые откликнулись, которые переслали ей, которые через нас, хоть как-то, все-таки они, конечно, ей очень сильно помогли. И она благодарна за это. На сегодняшний день главной задачей перед ассоциацией выпускников лицея номер 21 является помощь определиться будущим выпускникам с профориентацией и выбором вуза. А в дальнейшем им предстоит реализация планов других. Ведь, как отметил Павел Данилов, список проектов огромен, а реализация их на благо родного лицея полностью в руках бывших выпускников.